Как ты столько стоишь-то в воде? Я помолюсь немножко, хорошо? Подожди, Гай 3 почитай. Если он успокоен, нет никаких тревог, то тело ему и надо это делать. Мужчины, на самом деле, они созданы для аскез. Так они духовности набираются, могут помогать людям потом, что сила духовная есть. С Богом, если все связывать это, не гордиться. Тело хороший инструмент. Тут даже не вопрос атеизма, просто научно взять, как устроен мир. И первое, что должен разумный человек сделать, атеист или философ или йог какой-нибудь, неважно кто. Надо изучить сначала вот эту машину, тело, с простого начать. Как работает тело. И окончательно человек должен прийти к источнику счастья. Пока он не дойдет до источника, он постоянно будет в дефиците счастья. Будет добывать его, добывать его, добывать его. Привет, друзья! Вы на канале Удивительная деревня Окунево. Сегодня у нас какое число у нас? Друзья мои, какое число сегодня? 10 февраля. Что у нас еще? Час дня. Смотрите, какая погода. И вот где мы находимся. Мы находимся в селе Серебряное. Приехали на источник, святой источник. И еду я в Альмике. Я думаю, все мои друзья знают. Все мои подписчики знают, кто это. И ребята решили по дороге Окунево совершить омовение в святом месте. Смотрите, сколько здесь ступенек вниз. Зимой я здесь еще ни разу не был. У меня есть видео. Летний ролик. Серебряное. Вот где я сам совершал омовение в этом месте. Но здесь вода в источнике, как говорят, одной температуры, что зимой, что летом. Там, по-моему, плюс четыре, что-то такое. Вот. Ну, может зимой там на градус два прохладнее. Я уж точно не знаю, но... Летом у меня дух перехватило. Ой, скользко. Идти вниз. Как здесь чудесно, друзья. Как чудесно. А погода тихая, солнечная. Где-то градусов 10 мороза. Снежок белый-белый. Вот один здесь источник, видите? И вот второй. Береза упала. Здесь нужно кланяться. Кланяемся, потому что иначе не пройдешь. И уходить так же будем кланяться. На самом деле, скрытые места так и приходят. Сначала кланяться скрытым местам. А так как люди могут, ну, из-за незнания этого не делать, то природа она так устраивает. Она раз. И технически наклонит всех. Чтобы людям это благоприятно было. Раз дерево. Именно вот так упало дерево. Кто-то думает, что я такой великий. Вот чуть-чуть, ну, побольше дерева. Там наклониться надо будет. Вот его нужно и не убирать, да, наверно? Чтобы оно так и осталось. Да, да. И вот все будут кланяться. Ладно, онуваемся, друзья. Так. Что означает эта процедура? Для духа или для тела? Ну, в зависимости от уровня осознания того человека, который проделает это, ну, мероприятие. На самом деле это называется омовение. Омыться. То есть омыть от нагрузки физической, от психической. То есть мы получаем много, ну, усталость и вода, она дает возможность освежиться. Хотя бы это как минимум омовение. Другой момент. Это для физического тела благоприятно и для тонкого. То есть холодная вот эта среда, она успокаивает мозги, то есть убивает разные бактерии, там, и тонкие, и грубые. То есть вода самый сильный проводник духовной энергии в материальный мир. Из пяти элементов. У нее единственное, у этого элемента воды, который обладает таким свойством и качеством, как связывать другие элементы. А нам нужно связаться с духовным миром, как бы с Богом связаться, в конце концов, вот эта йога. Вот вода, она играет важную роль. Поэтому испокон веков всегда мудрецы, они в воде молитвы читали, ритуалы делали. То есть мы видим воду, ее омовение по утрам люди принимают. Люди предлагают Богу воду на алтаре. То есть вода играет важную роль. Вот мудрецы, которые там гайдричитают, если они знают, что это такое. То есть три раза в день, говорится, мужчинам рекомендуется омываться. Утром, когда солнце в зените и когда закат, то есть на восходе, вот три раза омываться. Есть люди, например, которые не могут три раза омываться. Им хотя бы раз в день рекомендуется или два, максимум это три. Чтобы тело физическое, психическое, духовное в норме поддерживать. И вода, она помогает в этом как раз. И, конечно же, у него есть духовный аспект. То есть есть философский, есть духовный аспект. То есть наше вот это действие, оно делается как по отношению к Богу. Это единственное, что я могу самое хорошее сделать за эту жизнь. Это отдать свое тело, свои мысли, свою речь, свою деятельность. То, к чему я привязан сильно, я это все как бы на алтарь Богу отдаю. Потому что это не моя собственность, Он мне все это дал в дар. Близких, родных, это Он как в дар в душе дает, бери. И когда мы омываемся, мы как бы вот это все, то, чем мы занимаемся, то, что дано нам Богом. И даже вот это омовение, вот это вот действие. Он говорит, что бы ты ни делал, делай это как по отношению мне. И когда мы знаем, что это мы для Него омываемся, даже не для себя. Вот это аскеза называется, для Бога. То тогда у человека ум настолько спокойно, он даже не чувствует холод. То есть как-то вот так происходит, что у человека холод, он не беспокоит его. Потому что мысли чистые, и вода она разными, она как огонь может действовать, охлаждать или нагревать. Первый пошел. Самый молодой. Дело в том, что мне как сказали, что вода здесь... Выдивись волос. Сказали, что вода здесь одинакова, что летом, что зимой. Где-то плюс четыре. Мне так, по крайней мере, говорили. Летом такая же. Ну как? Очень хорошо. Молодцы. Главное шапку одеть. Хорошо, я пойду переоденусь, вы пока пообщайтесь здесь. Ты благие господи. Я летом поднимался, спускался потом на тот наверх, туда шел. Там такие виды открываются. Вид на село. Чудно. Да. Давай. В Ганге сколько раз омывался? Очень сложно. Помнишь? Очень много. 15 или 20 лет. Два раза в году. О-о-о. Если месяц нахожусь там или полмесяца. Постоянно омываюсь. Как ты столько стоишь-то в воде? Я помолюсь немножко. Хорошо? Подождите. Гай 3 почитай. Взпокус. Постоянно омываюсь. Постоянно омываюсь. Постоянно омываюсь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Три минуты простоял. Вот это да. Вот это тапас. Стоять там можно долго. Толку не будет, если просто стоишь. В молитвенном состоянии можно и за минуту, и за 30 секунд получить больше пользы в воде. Нежели час стоять просто, как закаленный, закаляюсь. Можно пингвином или моржом родиться в следующей жизни. Поэтому надо думать о духовном расходу за лес. Вода же это божественный элемент. Он сам позаботится. Спасибо этому месту. Спасибо цветам, которые сохранили это место. Людям, которые поддерживают это место. Вот так здесь цветы и жили. Раз есть источник, можно жить. Если он успокоен. Нету никаких тревог, то тело ему и... Ему и надо это делать. Мужчины, на самом деле, они созданы для аскез. Так они духовности набираются. Могут помогать людям потом, что сила духовная есть. С Богом, если все связывать это, не гордиться. Тело хороший инструмент. Вот кланяемся на выходе. Повезло мне в такой компании возвращаться из города в деревню. Вот чудесный храм. Пока еще не работает. В этом году, наверное, запустится. Вот, друзья, сейчас мы в путь в деревню Окунево. Ну вот, друзья, это уже следующий день после нашего омовения в Серебряном. 11 февраля. Где-то час дня с лишним. Вот мы идем на Амкар. Я там давненько не был. И там в Альмике. Он уже там давно. Сейчас с ним встретимся, пообщаемся еще. Вот. А на улице где-то градусов 15. Ветерок. Ну, может, 13. Такое дело. Хорошая погодка. Вот, друзья, подходим к Амкару. В Альмике уже здесь давно. Он ходит, жапа повторяет, круги нарезает. По часовой стрелке парикрама. Альмике. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Так, друзья, давайте воспользуемся случаем, что в Альмике здесь у нас в деревне, потому что он нечастый гость, постоянно в разъездах, в делах. И зададим ему пару вопросов. Вот мой божественный брат, я хочу тебе предложить такую тему. Я думаю, тебе тоже будет, так сказать, интересно поразмышлять. Значит, у меня последние несколько роликов на канале, я касался темы самосовершенствования и... Самосовершенствования и осознанной жизни. И вот я хочу спросить, что для тебя, что ты понимаешь под осознанной жизнью? Что значит жить осознанно в свете ведической философии? Само слово осознанно говорит о том, что там присутствует важный корень знания, сознания, осознанность. То есть жить так, как описано в ведах. Жить именно так, как написано. То есть есть инструкция, данная всем людям этого мира, как жить чисто божественной жизнью. Инструкция сознания, то есть сознает человек. То есть сознанием как бы в ногу идет. Если без знания, это невежество, нет ведов, а слово невежество. Вот, и есть критерии в ведах, которые определяют невежество и знание. То есть если человек живет по знаниям, значит вот он осознанно живет. Ну, веды огромны. Конечно. И они далеко не всем доступны. Далеко... Там же не только ващнавские традиции, там и шиваистские, там и адвайта веданта. Поэтому, как, что ты можешь сказать вот моим зрителям, допустим, у меня есть там и атеисты на канале. Ну, допустим, исповедующий светский гуманизм, там, понимаешь. Вот именно, что бы ты им сказал тем людям, которые не собираются там изучать веды или что-то такое. Вот что значит самосовершенствование и какую роль в самосовершенствовании играет именно осознанная жизнь. Ну, тут даже не вопрос атеизма. Просто научно взять, как устроен мир. И первое, что должен разумный человек сделать, атеист, он или там философ, там, или кодиок какой-нибудь. Не важно кто. Надо изучить сначала вот эту машину, тело. С простого начать. Как работает тело? Оно работает по божественным законам. Даже если вы в Бога не верите, есть какая-то высшая сила, которая создала это тело. Если вы начнете изучать, поймете, что это тело не вы. Это всего лишь оболочка. У этой оболочки есть тонкое тело. Тонкое тело изучить надо. Посмотри, как оно работает. Как ум работает. Как я осознаю этот мир через ум. Потом разум включить надо. А разум включается только тогда, когда ты начинаешь получать знания от источника. Кто это все создал? Даже если вы не называете это Богом. Кто-то создал, кто-то за этим стоит. Есть же инструкция вот за этой камерой. Кто-то же создал эту камеру. Она же сама по себе не работает. А представляете, уж более сложный механизм тело физическое, психическое, духовное. Вот если человек научно изучает и пробует, экспериментирует, наблюдает за этим тем, это тоже какая-то некая степень осознанности. Более-менее. Например, если это тело не усваивает алкоголь, то это же разум, что не надо туда его заливать. Тело не создано для этого. Ну вот уже элемент осознанной жизни, да? О, да. То есть не делая то, что вредит хотя бы телу. Вот, с этого хотя бы начать. И потом шаг за шагом, когда тело придет в порядок, когда оно нормально работать будет, мозги нормально работать будут, человек по-другому увидит мир. И тогда он поймет, кто за этим всем стоит, источник, без чего всего этого. Кто источник этого всего. Человек поймет легко. Вот это осознанность. Это первые шаги. Букварь. Потом найти осознанного человека, который уже все осознал, что здесь делать в этом мире, как жить по этим законам божественным, которые в ведах описаны. Стать его учеником. И вот это первые шаги осознанной жизни будут, когда придет учитель и откроет глаза, говорится, факелом знания. Откроет, как бы разбудит душу. Душе проснуться надо. Вот тогда осознанность начнется. Только тогда, когда душа проснется. Не когда это тело. Тело, как бы, ну, его надо использовать для пробуждения души. Если человек вот это начинает делать, это уже осознанные шаги. Но сама осознанная жизнь начнется только тогда, когда пробудется душа. Ее разбудит духовный учитель, и тогда она сможет спокойно уже осознанно жить. То есть по этапам все разделить, тогда, да, можно эту осознанность уже применять людям, ну, на каком они уровне находятся, с такого уровня пусть начинает. Свою осознанность. То есть на каком уровне человек находится? А что дает эта осознанная жизнь, осознанность? Допустим, ведь любое живое существо, оно ищет счастье. Червяк ползет. Почему он ползет? Он хочет быть счастливым, только неосознанно. А человек тоже хочет быть счастливым. Что дает эта осознанность? Ведь, наверное, большинство людей сейчас, обывателей среднестатистических, живут неосознанно. Так же, вот в Калиюгу сейчас. И обычный человек может спросить, а что мне даст эта осознанная жизнь? Стану ли я счастливее, если начну стараться жить осознанно? Ну, здесь скорее важнее узнать временное пространство. Сколько отпущено тебе времени для того, чтобы стать счастливым? Тоже надо учитывать время. То есть, есть пять истин, которые всегда надо учитывать при любом вопросе. При любом. Если какую-то одну из них мы исключаем, тогда решения не будет никакого. Это просто будет, ну, как... Время провождения пустое. Пустая трата времени жизни будет. То есть, первое, это... То есть, существует какая-то высшая сила. Ну, мы называем Богом ее. Я существую. Это вторая истина. Третья истина. Есть материальная природа, которая тоже существует. Есть энергия времени и есть деятельность. Вот пять истин. Если их правильно просто разобрать, то человеку тогда станет понятно сам принцип этой осознанности, что я за это получу. Мы возьмем время, фактор времени. Сколько времени надо быть активным-то и в деятельности, и с этим миром, самим собой, чтобы тебе стать счастливым. То есть, нужна деятельность. Времени не так много. Мы знаем, что время уносит просто быстро жизнь. Вопрос другой. Куда потом все такое тело оставишь? Как оставить человек тело? Вот куда он пойдет, чтобы быть счастливым? То есть, есть счастье. Вот прямо сейчас мне надо счастье для птиц. Вот они о будущем не думают. Вот они, птицы. Ну, они тоже счастье испытывают от того, что клюют зерно. Но они не думают, что завтра будет. У них разум не настолько сильный, как у людей. Как вы о всех живых существах говорите. У людей разум более сильный. Он видит дальше. Но знают, что надо сегодня хлеба купить, завтра, потому что магазин будет закрыт. К примеру. Нужно там что-то сделать за неделю вперед, за год вперед, чтобы что-то потом как-то, ну, счастье дальше испытывать. Да, ну, если разум человека развивает сильнее, то можно и заглянуть за пределы. Если я существую вечно, Бог вечен, я вечен. То, что потом будет после жизни, что там, какое счастье будет. Вот если человек об этом сейчас думает, чтобы в будущем себе проложить дорогу от страданий, потому что что такое, я хочу быть счастливым? Значит, я хочу быть, ну, я не хочу быть несчастным, другими словами. Так, а это мир, он все равно принесет старость, болезнь, смерть. Кто избавит от этого? На каком промежутке временом вы хотите быть счастливым? Только в этом вопрос. Они прямо сейчас хотят быть счастливым и плевать. Потом они полетят туда, что они там будут делать? Не думай же о еде опять. В этом мы отличаемся от животных, от птиц. Что дальше? Вот, и окончательно человек должен прийти к источнику счастья, на самом деле. Пока он не дойдет до источника, он постоянно будет в дефиците счастья. Будет добывать его, добывать его, добывать его. Крохотными зернышками, да? Да, вот такими. А мы, наша осознанность в том, чтобы и получив человеческое тело, его нужно по максимуму использовать. Что такое 2% мозга работает? Ну, или 3 там максимум. А 100% что они делают-то? А как ты счастливым станешь, если у тебя работоспособность не на 100%? А ты что, проценты хочешь стать счастливым? Тогда запустить мозги надо. Плавно, мягко. Вот это мучат веды. Вот что значит осознанная жизнь. Пошагово, пошагово, пошагово и потом, когда осознание раскроется, человек поймет, что не надо стремиться быть счастливым. Ты уже счастливый. Делай других счастливыми. Вот и все, вот и вся формула. Если ты счастливый, делай других счастливыми. Если ты не делаешь других счастливыми, ты несчастный, значит. Ну да. Счастье нельзя где-то закрыть у себя в кладовочке. Да, им надо делиться. Конечно, оно же для этого и создано счастье, чтобы всех других счастливыми делать. ну благодарим за ответы всегда пожалуйста субтитры сделал DimaTorzok